Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите поблагодарить за предоставленную возможность выступить в данном Конгрессе и предоставить вашему вниманию клинический случай развития редкогенетической мутации, который носит название синдром дефицита репарации ДНК. Constitutional Mishman Repentive Syndrome или синдром дефицита в системе репарации ДНК это очень редкое генетическое заболевание, которое насчитывает аутосомно-рецессивный тип наследования и обусловлен гламазиблотными мутациями в одном из четырёх генов репарации несоответствия. До недавних пор SMMD-синдром носил название синдром Матюрко, но с помощью опубликованных множества статей было доказано, что синдром SMMD — это более широкое понятие и включает в себя развитие опухоли центральной нервной системы, рапдомиосаркома, лимфома, рака молочной железы и опухоли сенсированы с ЛИЩ-синдромом. А так как классический синдром Тюрко свидетельствует о сочетании полуректального рака и опухоли центральной нервной системы. Частота встречаемости данного заболевания — это один ребёнок на 100 тысяч, и в мировой литературе публиковано всего лишь около 150 наблюдений. Первое проявление заболевания возникает в возрасте до 20 лет. Как видно из слайда, что наибольшее количество патогенных мутаций описано в гене ПМС-2 и МСХ-6. Обзоры литературы показывают о том, что клиническое течение отличается у пациентов с синдромом мутации в генах МЛЧ-1 и МСХ-2, и у них развиваются чаще всего гематологические заболевания. Чем у пациентов с мутациями в генах МСХ-6 и ПМС-2, которые чаще всего имеют центральную опухоль центральной нервной системы и лично-ассоциированные опухоли. Хочется отметить, что данная когорта пациентов имеет большую вероятность пережить своё первое злокачественное образование и развить вторую или третью опухоль. Так нам всем известно, что репарация — это тот процесс, который свосим всем клеткам всех организмов, и в основе которого лежит устранение ошибок, возникших в процессе репликации ДНК или при повреждении ДНК физическими или химическими агентами. Основную функцию выполняет ДНК полимеразом, который считывает патогенный нуклеотид, который вставился в молекулу ДНК, она его удаляет и вставляет недефектный нуклеотид и продолжается репликация. В основе ДНК полимераза лежит развитие как раз генов ПМС-2, МСС-6, МСС-2 и МЛХ-1. То есть эти гены в основе являются исправлением вставок и дилеции и неправильным кодированием дальше ДНК. Потеря какого-то одного из белка несоответствия приводит к развитию мутированного фенотипа и происходит развитие так называемой микросателитной нестабильности, которая приводит к онкологическому заболеванию. Причем происходит накопление генов в зависимости от родителей и они могут наследоваться, как я вам говорила, уже от ассомной рецессины и как раз развивается синдром дефицита в системе репарации ДНК. Так как в связи с тем, что данного материала подоставлено достаточно мало и диагностика затрудняется, в связи с тем, что детские онкологи и педиатры не осознанены достаточно, скорее всего, это происходит за счет того, что есть множество опухолей, которые входят в данный состав данного синдрома и нет четких разработанных клинических критериев. Для решения данной проблемы был разработан европейский консорциум в 2017 году, который носит название Care of SMMD, и основной функцией которого является повышение знаний и осведомленности о данной патологии путем создания базы для регистрации клинических симптомов и проведения совместных исследований. Была разработана байная таблица, которая характеризует развитие различных опухолей, чтобы включить его в данный синдром. В данной обоснованной таблице представлено 92 зарегистрированных случаев развития у пациентов SMMD с синдромом, и данные опухоли разделены на 4 большие группы. Это гематологические, опухоли центральной нервной системы, линч-ассоциированные опухоли и другие опухоли, как мы видим, рапдомио-саркома, и саркома в ней тоже присутствует. Хочется отметить, что у 31 из 92 пациентов развилась одна и более злокачественная опухоль, а у 19 пациентов развилась вторая и третья опухоли, ассоциированные с синдромом линча. Прогноз данного заболевания крайне неблагоприятен. Более чем у 50% развивается злокачественная опухоль головного мозга, у 40% развивается опухоль центральной пищеварительной системы и у 30% — гематологические злокачественные образования. Причём все они развиваются в раннем детском возрасте. Стратегия противоопухолевлечения носит в себе проведение системной химиотерапии в зависимости от морфологического варианта злокачественного образования, проведение лучевой терапии, радикального хирургического лечения и в последнее время всё больше данных мы получаем о проведении иммунотерапии. На данном слайде представлено клиническое исследование, которое было проведено в 2016-2017 годах, в которое было включено пациенты, которые имели подтверждённый СММ-1-синдром. Они прогрессировали и имели предшествующее лечение. Так мы видим, что в добавлении в комбинации антипидиолингибиторов дали полный ответ в 21% случаев, частичный ответ в 33% и стабилизация в 23%. Данный слайд как раз показывает о том, что есть возможности о проведении клинических испытаний на разных этапах исследования, чтобы комбинировать стандартную химио-лучевую терапию и проведении иммунотерапии. В связи с тем, что данная патология достаточно редко, хотелось предоставить вам внимание наш клинический случай развития влокачественного образования с данным синдромом. Итак, ребёнок от 4-й беременности. Первая беременность – девочка. Вторая и третья беременность – это выгодишь на разных сроках. Протекалась беременность без особенностей, от 2-х самостоятельных родов срок. Рост 52, вес 4 кг. По шкале Абгарго – 7-9 баллов. Ранний период, как мы увидим, протекал без особенностей. Но стоит отметить, что при поступлении мы брали генеалогический анамнез ребёнка и обнаружили, что 16-летняя сестра Промбанда, у неё было первое заболевание глиобастома в области 10 лет, которая была удачно излечена, но умерла от развития рецидива в 16 лет. Прабабушка по материнской линии умерла в возрасте 60 лет от рака кишечника. Сестра отца на данный момент получает противоуполевление по поводу аденокресиному матки. И бабушка по отцовской линии умерла от онкологии, не уточнённой локализации. Итак, первое проявление болезни — это октябрь 2020 года в виде клиники ОРСР, антибактериально-симптоматическое лечение педиатра по месту жительства, без эффекта, увеличение шейных лимфатических узлов. Однако спустя 3 месяца отмечается резкое ухудшение состояния, виден растание болевого синдрома и процесс обструкции ротоглотки. Проведено дообследование выполнено компьютерной томографии основания черепа, где было выявлено объёмное образование паранегиальной локализации и первичное обращение к ВИЗД детской онкологии и гематологии 30 декабря 2020 года. Состояние на моём выступлении у ребёнка тяжёлое. Лицо асимметричен за счёт объёмного образования левой височной области. В височной области пальпировалась припухлость, из-за ушно-получной области узловое плотное бугристое образование диаметром 5 см. При осмотре полости рта образование перекрывало ротоглотку на 2 трети, образовательное плотное бугристое и отмечалось гиперсоливация. Также хотелось отметить, что у ребёнка отмечалось пару элементов по типу кофейных пятен. Ребёнок комплексно обследован и по данным проведённым первичным МРТ исследованием выявлено огромную опухоль размерами 50 на 54 на 75 мм. С эндокраниальным распространением отмечалась инвазия твёрдой мозговой оболочки, инвазия левой височной доли и двустороннее поражение лимфатических узлов шеи. Хочется отметить, что при проведении лимбальной функции опухоль в ледах не было найдено. Костный мозг без особенностей. По данным компьютерной томографии органов грудной полости отмечались множественные очаги в обоих лёгких. По данным УЗИП подтверждили всё моментатически поражённые лимфатические узлы. При проведении морфологической верификации подтвердился диагноз эмбрионально-рабдомиосаркома. Была проведена иммуногистохимия КИ-67-33% клеток. Была обнаружена экспрессия десмина-миогенина. Было проведено определение микросателлидной стабильности и в заключение опухоль микросателлидной нестабильности высокого уровня по двум маркёрам. Так мы всех пациентов отправляем генетикам, но был обнаружен вариант нуклеотидной последности в их зоне ПМС-2, что как раз и приводит к развитию СММД-синдрома. Итак, на основании комплексного обследования был выставлен диагноз эмбрионально-рабдомиосаркома основания черепа с синтеприняальным распространением, метастазы лимфатические узлы шеи с двух сторон, множественные метастазы в лёгких, четвёртая стадия и как раз сопутствующие заболевания СММД-синдрома. Хочется отметить, что при обзоре литературы была найдена статья, которая подтверждена также опоказа в случае двух детей раннего возраста до трёх лет, развитием эмбриональной рабдомиосаркома в области головы и шеи, как раз ассоциированы с мутацией в данном гене. Там был включён протокол лечения ЦВС-2009 группами статистических сарком. Было проведено 4 курса индукционной химиотерапии, после которых было достигнуто сокращение первичного очага более чем на 40%. Был проведён курс лучевой терапии на область перевесенного распространения и метастатическое поражение лимфатических узлов шеи и лёгких. Отмечалось сокращение очага ещё на 20% и полная регрессия метастатических изменённых лимфоузлов шеи и метастазов лёгких. Был проведён 5 курсов консолидирующей химиотерапии, и ребёнок спустя 10 месяцев лечения вышел в клинику гематологическую ремиссию и получал метрономную терапию. Однако спустя 3 месяца при контрольном обследовании отмечается при МРТ-исследовании картина прогрессирования в виде интроприняального роста опухоли в среднюю черепную ямку размерами 2,5-1,7. Также при проведении компьютерной томографии было выяснено, что метастическое поражение С2 позвонка. Ребёнок получил 4 курса индукционной химиотерапии, химиотерапии противорецидивной схеме. Также было проведено 4 курса интердекальной химиотерапии, после которой отмечается разноправленная динамика, полная регрессивность статических очагов в крестце и увеличение интракраниального компонента. Во время проведения консолидирующей системной химиотерапии и подготовки к лучевой терапии у ребёнка отмечается, к сожалению, прогрессия заболевания в виде резкого увеличения интракраниального компонента, и ребёнок, к сожалению, скончался спустя месяц от того, как у него есть прогрессия заболевания. И в заключение хотелось бы сказать, что СМЛД-синдром включает развитие множественных опухолей, в том числе из локационного опухоли толстой кишки, лимфомы, рабдомиосоркомы и опухоли, связанные с синдромом Линча. Прогноз при этой генетической патологии крайне неблагоприятен. Адекватная и современная диагностика данного синдрома имеет решающее значение для ведения пациентов, а также для членов его семьи. И обязательный этап диагностики — это генетическое консультирование пациентов и родителей, что позволит скорректировать методы лечения, а также более тщательно динамическое наблюдение в контаменте. Необходимо изучение семейного анамнеза у всех пациентов с эмбриональными опухолями, а также анализ опухолей ткани, например, потери одного гена репарации или микросателитной нестабильности. И, к сожалению, в настоящее время до сих пор отсутствует информация об оптимальном лечении пациентов данным синдромом, что позволит проведение клинических исследований или испытаний. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok